Трубы, которые греют улицу. В нескольких перворских дворах тепломагистрали остались без изоляции. Жители беспокоятся, что платят за тепло, которое не доходит до их квартир. Ситуация разбиралась Елена Цвелёва. Трубы не имеют изоляции, повсеместно причём. А учитывая, что они старые, ржавые, зимой они подвергаются перепадам температур, может быть и авария. О возможных коммунальных авариях на проспекте космонавтов не переживают разве что кошки и голуби. В отличие от жителей соседних пятиэтажек, они наслаждаются теплом, исходящим от труб. Граждане говорят, именно по этим трубам к их домам приходит тепло. В первую очередь, конечно, люди выходят, переплачивают. И без того, небольшие заплаты пенсии, мы просто не в состоянии платить за обогрев воздуха. Ну и, конечно, когда будут морозы, я полагаю, мы будем мёрзнуть. На улице Трубников такая же картина. Жители говорят, каждый год специалисты меняют на трубах теплоизоляцию. Но её хватает всего на пару месяцев. Жалуются, от этого в квартирах холодно, а из крана идёт не горячая, а тёплая вода. Я полностью включилась на водонагреватель. А зачем тогда деньги-то платить за воду, которой нету? И в квартирах батареи чуть тёплые. 17 градусов, 18. Когда мне сказали, угловая квартира должна быть 20 градусов. Зимой, конечно, хожу, что можно, то и одеваю. Как говорят в ресурсно-снабжающей организации, изоляцию на уличных магистралях меняют регулярно. Но её отрывают вандалы. Специалисты заверяют, даже открытым горячим трубам перепады температур не угрожают. Жителям совершенно не о чем беспокоиться. На теплоснабжение отсутствие изоляции никак не влияет. Температура идёт нормативная, а незначительная теплопотеря – это риски компании. Как говорят энергетики, горожане за такие потери не платят. В домах стоят счётчики, которые учитывают температуру подаваемой воды. Но пообещали восстановить изоляцию в ближайшее время. Елена Цивилёва, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.